Поселок Шесть Красная находится на окраине пролетарского района города Донецка. За моей спиной трансформаторная подстанция, которая питает его электроэнергией. По словам местных жителей, из-за старости эта подстанция не в состоянии обеспечить поселок электроэнергией в достаточном количестве. Люди говорят, самое высокое напряжение, которое бывает в домах, 180 вольт. И то это только в дневные часы, когда большинство жителей на работе. Вечером же падает до 90. Я при этом напряжении 170-180, я даже не могу не постирать. И холодильник при этом напряжении не работает. Начиная с часов 7-8 вечера, уже напрюги нет. 110-120. Холодильник не работает, телевизор не работает. Ну, благодаря тому, что у меня трансформатор еще в их времен. Вот стабилизатор. Вот включаю, посмотрю телевизор. Стабилизаторы тут в каждом доме. Без них невозможно ни постирать, ни приготовить пищу, ни телевизор посмотреть. Однако даже они спасают только, когда напряжение не ниже 140 вольт. По вечерам же не помогает ничего. Люди жалуются, быть техника постоянно ломается. Анатолий Латышев говорит, в поселке много таких, как он, инвалидов и пожилых людей. Менять холодильники, как перчатки, им не по карману. Ну, а как? Он же ж мучится-мучится, хочет включиться. Он то настроен. А включаться нет. Пока перегорает. Вот он дергается, 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 дергается. У меня их уже три валяются. Старожилы говорят, напряжение в домах было нормальным до перестройки. Здесь работали фабрика «Динамо» и шахта «Красная звезда». Но предприятие закрыли, и поселок постепенно лишился благ цивилизации. За помощью жители обращались к городским властям неоднократно. Обещали, что будем ходить, будем смотреть, будем менять линии, будем смотреть, кто ворует. Они думают, что у нас стоят обогреватели во всех. Поставить обогреватель, надо, чтобы было 220, правильно? О том, что поселку «Шесть Красная» не хватает электроэнергии, в мэрии знают. Говорят, сначала проверят, действительно ли местные жители честно пользуются услугой электрических сетей. Если информация подтвердится, будут приводить в порядок систему энергоснабжения. Этот поселок стоит в плане модернизации именно предприятием поселковых электрических сетей. Когда будет утвержден бюджет, я вас проинформирую. Вот только местные жители уже не верят обещаниям. Говорят, подобные заявления они слышали не единожды, но вольт в их розетках пока не прибавилось. Александра Христенко, Алексей Логвин, Панорама.